Приветствуем вас, уважаемые зрители, в эфире программа «Формула успеха» в студии Анна Фёдорова. Как найти своё призвание, как услышать Божий призыв и ответить на него, и как сделать так, чтобы твоё служение было плодотворным для Царства Небесного. Об этом мы не только будем говорить сегодня с нашей гостьей. Я рада представить человек интересного призвания, интересного служения, служитель Церкви «Миссия Благая Весть» Лариса Сауткина. Лариса, здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте, мне очень приятно здесь находиться, спасибо за приглашение. Рада беседовать с вами сегодня. Говорим об успешном служении и призвании. Хочу спросить у вас, считаете ли вы себя успешным человеком, и что вообще для вас значит успех? Это такой сложный достаточно вопрос, сказать о себе, что я успешный человек. Если себя сравнивать с собой, то по сравнению с той тихой девочкой, которой боялась всего, и боялась даже своим видом, как-то людей напрячь или стеснительной совсем девочкой, если себя сравнивать с ней, которая могла бы там зарыться куда-то и не показываться. По сравнению с ней, да, конечно, раз я здесь нахожусь, то наверняка. А вообще успех – это приносить пользу людям, делать что-то позитивное для людей, вносить что-то хорошее и быть чем-то полезным людям. Я считаю, что это настоящий успех. Ни количество денег, машин и всего прочего. Для меня это не успех, не критерий успеха. То, что сейчас в творчестве, я пришла к этому очень поздно. Я была учительницей всю жизнь. Для меня семья была в приоритете, отказывалась от каких-то должностей и уверовала я уже в православной церкви в возрасте 33 лет. Достаточно долго была прихожанкой православной церкви. Как ни странно, крестилась там Духом Святым. Была возрождена. Мы с мужем венчались там на 25-м году совместной жизни. И я смотрела передачу «Благословение», Ольгу Дмитриевну слушала. И пришла в церковь где-то в конце 2004 года, чтобы побольше узнать Бога, чтобы услышать о Нем, чтобы побольше Библию изучить. Ну и я осталась в «Благое вести» на годы. Меня это захватило. Но я бралась в церкви за все. Мы служили с мужем вместе буквально через несколько месяцев после моего уверования. Муж тоже пришел в церковь. И Господь его крестил там на собрании. Он офицер, и он в один день бросил пить, курить и играть в преферанс и прочие вещи. Это было такое яркое покаяние. Хотя он человек православный, но это было яркое покаяние, изменение его. И мы вместе служили. Мы служили в территориальной духовной войне. Мы служили в «Энкаунтере» с конца 2006 года. Ну и так и до сих пор. И я делала все, что могла. Делай все, что в силе делать. Рука твоя потихонечку. И на момент, когда... Ну и поскольку я рисовала в детстве, рисовала так для себя чуть-чуть, перерисовывала, срисовывала, когда читала книжки. И может быть мне это было интересно, но никогда я ни в какой кружок не ходила, никогда нигде не училась. И где-то мне было лет 14, приехал мой дядя, который художник, член Союза художников, посмотрел на мои работы и сказал, знаешь что, женщин-художников не бывает, поэтому брось ты это все. Ну и я бросила благополучно. До 50 с лишним лет я не рисовала совсем, нигде не училась совсем. Но когда я стала видеть какие-то небольшие там видения, откровения от Бога, мне проще было это карандашиком набросать, зарисовать. Я думала, что у всех так. Ну и так потихонечку зарисовывала. Когда дядя мне говорил, что нет сюжетов, тут я поняла, что сюжеты дает Бог. Он дает тебе картины, он дает тебе видение. И с Богом это реально и возможно. И вот однажды к нам в церковь была приглашена Тереза Дэдмонт из Рейдинга. Она пастор, в Вифиле пастор творческого служения. И там у них есть пророческое рисование, пророческие приготовления пищи и прочие-прочие-прочие вещи. И до этого я всегда думала, что ну да, Бог давал какой-то дар, таланты. И я его немножечко зарыла. Я с удовольствием служила людям души по печеньям, в энкаунтере служила. И когда я увидела, что можно еще и рисовать, это было интересно. И Тереза нас учила и пригласила рисовать на сцену. Рисовать на сцене, когда я не рисовала красками, рисовала карандашиком, это было сложно. Но Тереза сказала, что надо переступить куриную черту. Вот расскажите, поясните, пожалуйста, для наших зрителей. Куриная черта – это когда вот ты тут с курами клюешь, а когда ты переступаешь эту черту, то ты начинаешь летать с орлами. Переступить через свой страх, через свои боязни, поскольку я очень боялась любых публичных выступлений. Хотя я учительницей была, но когда какое-то публичное выступление у меня начинали дрожать колени, я вся дрожала, и это было сложно. И выйти на сцену, начать рисовать. Там нужно было за 20 минут, за время прославления, нарисовать вот такого вот формата картину красками. Меня очень поддержала моя подруга Аня, которая там в Вифиле училась. То есть она меня буквально вытащила на сцену. Порой нам нужен такой вот волшебный пендель, как говорится, как Петр, вышел же из лодки. Вот я считаю, что нужно идти на риск, и нужно никогда не сдаваться. И на самом деле, если спрашивать о дивизии, вот если он у меня есть, может быть, то это не сдаваться. Когда мне в 30 с лишним лет сказали, что мы вам дадим инвалидность, я тогда Духом Святым просто отказалась от инвалидности, и я не сдалась. Я сказала, что я всю жизнь буду жить как здоровый человек. Тогда мне говорили, ну, может быть, 3 года проживешь, с тех пор 30 с лишним прошло. Слава Богу. Вот, поэтому я живу не как инвалид все эти годы. Я всё себе позволяю, живу как здоровый человек. И здесь тоже я решила, что, ну, вот я такая трусливая девочка со страхами, я буду переступать. Я вышла на сцену, спросила у девочек, как разводить эти красочки, чем. Оказалась водичкой, и картина была задача достаточно большая. Бог простого не даёт. После объезда города с молитвой я видела город в огне, там должны были быть просто вот горящий такой город, горящий для Господа, и ангел с мечом над домом. Ну, я нарисовала как могла. И после этого, когда уехала уже Тереза, мы стали в этом двигаться. И пастор Ольга Дмитриевна Голикова, она нас в этом очень поддерживала. Ей это самой было интересно. Она сама с нами рисовала. Я ей очень благодарна. Она у меня и как учитель вот в энкаунтеровском служении, и как учитель здесь. И мы стали рисовать на ночных молитвах. Всё равно сопротивление, оно есть. Ты внутри начинаешь думать, да кому это надо. Что ты каждый раз идёшь, вот нервничаешь, и каждый раз ты там преодолеваешь, что ты рисуешь. Нужно получить что-то от Бога, нарисовать это, а потом ещё и рассказать об этом. Но когда ты видишь, что Бог тебя в этом двигает, что Он даёт тебе видение, Он даёт тебе откровение, и ты можешь этим служить людям, есть обратная реакция. Порой ты получил какой-то рисунок, и Господь тебя прям побуждает, побуждает, побуждает это рисовать. И когда ты нарисовал, ты увидел отклик от людей, что кому-то это помогло. Не так, чтобы моё имя где-то засветилось, потому что это вообще не важно. Был такой момент, что в рейдинге есть такое авторское право, и нужно было непременно поперёк картины написать водяные знаки, автор Лариса Сауткина. И вот здесь я просто спорила и сказала, что если у меня нарисованный Иисус, то поверх, чтобы было написано моё имя, я с этим не соглашалась всегда. Хотя это очень затратно, финансово тоже нужно было вкладывать и в краски, и в кисти, и в холсты каждый раз. Сначала церковь помогала, потом мы вышли на самоокупаемость. И вот так потихоньку рисуя, это было с начала 2014 года, конец 2013 года, потихоньку так рисуя, навык развивался. Может быть, какие-то интернет-уроки, но за это время я, может быть, три раза сходила на какие-то... Три урока взяла за это время. И Бог меня в этом поддерживал. Я понимаю абсолютно вот эту фразу, что Бог чаще не призывает квалифицированных, а квалифицирует призванных. Да, это очень интересно. И он сказал, что он сам меня будет учить. Хотя сопротивления было очень много. В том плане, что мне говорили, у тебя там не такие пропорции, у тебя не те краски, что это слишком чётко, слишком ярко. И у всех же свои предпочтения. И вот не сдаться здесь тоже очень важно. Где вы черпали силы и мотивацию продолжать? Продолжать мотивация была и от поддержки пастора, и от её, что давай, иди и делай. И от моей ответственности. И самое главное, это от Бога. Вот когда тебе человек... Я бы, может, не пришла на тебе, но мне написал человек, что я как-то там однажды приехала в Германию, проведя один единственный урок. Она пишет, мама Ларисы, вы меня родили для творчества. И я решила сюда прийти, потому что это кому-то нужно. Сто процентов, конечно. И кто-то, может быть, невзирая на возраст, начнёт. Потому что моё начало, оно было уже в 54-55 лет. И никогда не поздно. Потому что молодые люди часто переживают, что вдруг я не состоюсь, а вдруг я не найду своё призвание. Бог никогда не опаздывает. Он никогда не опаздывает. И когда ты что-то начинаешь делать, 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 то ты вырулишь именно туда, куда тебя Бог приведёт. Главное – прислушиваться, быть послушным, не забояться, не засмущаться. Потому что людей очень раздражало, что я рисовала на сцене. Вот так. А почему? Чем связано такое? Говорили, что на сцене во время ночной молитвы, не во время служения, конечно, ни в коем случае. Там шло прославление. И мы вот где-то втроём обычно, разные девочки, сидели на сцене и рисовали то, что получали от Бога, делились. Потому что вот эта живопись – это как застывшая молитва, как послание от Бога для церкви, для людей. И кого-то раздражало. Ну, вы сидите на сцене, вы меня там отвлекаете, я не могу Бога прославлять, не так рисуете, скрипку так не рисуют. Мне хотелось вот как бы камнями вас закидать. Ну, буквально такие вещи говорили люди. Вот. Ну и в церкви это тоже не принималось. Если говорить о том, насколько живопись важна в церкви, то хочу просто вот сказать и поделиться, что когда человеку что-то рассказывают, он воспринимает 10% информации. Но если это визуализация какая-то, если человек что-то увидел, информация запечаталась на 30%. Поэтому я считаю, что дьявол с этим очень круто поборолся. И достаточно надолго живопись ушла из церкви. Если мы идем в Эрмитаж, в русские музеи, то там сплошная библейская живопись. И библейская живопись не обязательно по православным канонам, иконы и все. И однажды ко мне пришла на занятие, я веду занятие в церкви по вторникам, вот по христианскому такому пророческому рисованию. Почему пророческое? Потому что искоренять, насаждать и вдохновлять – это вот то, что в жизни людей передавать от Бога. Это такой вид деятельности. Хотя мне больше нравится христианская живопись. говорить вдохновляющее, может быть, вот так. И однажды пришла женщина и сказала, я художник, и я много очень рисовала профессионально. И когда пришла в церковь, мне сказали, ты знаешь, в слове написано «проклят всякий художник». Она пришла домой, и она сожгла все свои картины. Она все это сожгла, и навсегда просто перестала этим заниматься. Это, опять-таки, вырванный из контекста кусок, когда Господь не велел поклоняться изображениям, не делая себе кумира, не делая себе изображения. Но Бог призвал первого художника Веселила. И он ему рассказывал, как сделать вот этих ангелов, поклоняющихся. Это же скульптура, это тоже изображение. Он рассказывал, как гранатовые яблоки, как украсить скинию. И это был первый художник, Веселил, который был крещён Духом Святым. Причём не просто художник, а искусные художники сделали эти вещи. В третьей главе Исаии есть такое слово от Бога. Третьим стихом, по-моему, он там говорит, что я у народа израильского заберу вождя, заберу воду, заберу хлеб и заберу искусного художника. И я считаю, что это было определённым проклятием для церкви, что живопись была убрана из церкви. Потому что я вижу, насколько это серьёзно и хорошо работает в церкви сейчас. Какие чудеса, Лариса, связаны с вашим творчеством? Поделитесь, пожалуйста. Я знаю, что есть такие истории исцеления, спасения, пробуждения. Но вот это творчество, оно несёт определённый посыл. Это не значит, что мы будем поклоняться картинам или прикладывать к больным местам. Но я видела, первое, что я увидела, это ещё до Рейдинга, как Господь исцелял человека через маленький пророческий рисунок даже. Мы пробовали на энкаунтерах пророчествовать немножко людям. Аня Семёнова в этом двигалась. И я нарисовала маленький пророческий рисунок женщине. Господь мне показал просто ландыш. Такой серебристый, симпатичный, милый ландыш. Я подошла к ней, подарила этот рисунок и передала, что Господь видит таким серебристым, светлым цветком, ароматным, что звенящий, как колокольчик. Она говорит, да, это я, это я. Господь, да, правильно. И это мои любимые, мои любимые цветы. И я тогда от Бога просто передала, что Господь вам даёт какое-то серьёзное исцеление. И через какое-то время у меня после энкаунтера женщина подошла и сказала, что да, я получила исцеление от сахарного диабета. Но это меня очень вдохновило. Однажды Бог мне показал картину «Исцеляющий поток». Вот стоит такая женщина, и поток с неба льётся на неё, омывая её. Она стоит в воде, её омывает этот поток. И в этом потоке я увидела лик Христа, вот как он… Передать это в картине очень сложно. Но я как смогла передала, передала эту картину людям. И потом я слышала отзывы ни от одной женщины, что человек представил себя под этим потоком и получили вот исцеление от этой картины. Не от картины, а, может быть, через тот образ, который был там. Картины передаются, например, в хоспис. Передавалась картина, где ребёнка держит Иисус на руках, и он обнимает. И вот эти детки в хосписе, они смотрят, и Христос становится к ним ближе. И цель живописи этой – будить дух человека, напоминать о Господе и исцелять души. Например, в кабинете у онколога висит картина. Просили подарить, что онколог такой на грани уверований, уверовавший. И когда к нему приходят люди, у него на стене висит картина. Девушка сидит на краю пропасти, и ангел готов его подхватить. Там, внизу, в пропасти, просто ангел готовый подхватить его. Чтобы у людей была надежда, что Бог не оставит, что ангелы подхватят его, что Господь с ними, что Господь близко. Служа на энкаунтерах я видела много проблем людских. Люди приходят, делятся своим сердцем тем, что у них на сердце. И я видела очень много скованных людей. И Господь так вел меня, что перед энкаунтером, а это вначале было два раза в год энкаунтеры. Ой, вернее, четыре раза в год. Потом два раза в год мы проводили энкаунтеры перед энкаунтером. У меня Господь давал какой-то образ, какую-то картину. И однажды я написала картину, что человек чувствует себя, может быть, скованным, привязанным. Он чувствует себя ограниченным. Я написала картину, где девушка сидит. Это было не мое откровение. Вообще, у меня принцип я опишу по своим откровениям. А тут я слышала Лизу Бивер, которая приезжала к нам, и она описала эту картину. И я чувствовала это побуждение написать эту картину достаточно долго. Перед энкаунтером написала. Там женщина, которая сидит в ошейнике, она привязана цепью. Но у нее перед ней вода, она не может пить. Корона валяется. Но она за стеной, и свет туда не попадает. И ошейник натер шею, но у нее на груди висит ключ. Крест как ключ от всего. И она сама может быть свободной, может освободиться, но пока этого не понимает. Это очень сильный образ. Одна из таких картин была о том, что приходят самые красивые девушки. И чем краше девушка, тем больше она скована тем, что она говорит, что страшная, ужасная, некрасивая. А если я сама что-то переживала, то мне очень хочется в этом помочь людям, чтобы они в этом получали исцеление. И была написана картина. Там девушка стоит, и поток омывает. Это омовение сознания. Когда человек переживал какие-то негативные эмоции, это исцеление от негативных эмоций. Когда она открывает глаза, она смотрит, перед ней белые цветы магнолий, что Господь видит ее не грешницей, не страшной, не ужасной, а прекрасным белым ароматным цветком царственным. И картины, они служат для исцеления душ. Вот самая любимая ваша картина, какая из всего этого множества, которое откликается в вашем сердце? Самая любимая, пожалуй, «Гефсимания». Она была написана через несколько лет, после того, как я была в Израиле. Когда мы были в Израиле группой, я стояла в Гефсиманском саду, в сторонке, и вдруг Бог говорит ко мне. Я понимаю, что это Бог очень четко, потому что я так не говорю, и потому что это громко в душе. Господь говорит, кто поплачет о мне? Не обо мне, а о мне. Для меня вот эта даже формулировка была удивительной. И я там плакала, я рыдала в этом Гефсиманском саду. Я переживала то, что переживал он. Для меня вообще эта поездка в Израиль была очень знаковой такой. И однажды я нарисовала эту картину, когда Господь в Гефсимании, и вот это слово, что и камни возопьют, я изобразила плачущие, рыдающие, в ужасе деревья от того, что переживает сейчас Христос перед самым важным решением в своей жизни. И кровавые слезы, кровавый пот, то, что он переживал там. И я это попыталась изобразить. И когда брали картины на выставке, на выставку, это была такая просто выставка, в гавани, мне сказали, что это очень религиозно все. Хотя вот там была и девушка под потоком, и просто рыба там какая-то была, была ещё что-то такое, рыба со статиром, что это очень религиозно. Из всех картин выбрали вот эту. Именно в Гефсимании. Да, которая, на мой взгляд, уж самая религиозная. И вот это слово «Да будет воля твоя» оно вообще на самом деле для меня ключевое. Поэтому картина эта для меня тоже ключевая. И как можно служить живописью? Во-первых, мы дарили много картин. Во-вторых, я сейчас поняла, что если их раздаривать, то они не останутся. А если их привезти на энкаунтер или привезти на какую-то выставку и говорить об этих картинах, то они больше принесут пользу, потому что большее количество людей их увидит. Поэтому я никак их не закрываю, никакими вещами в соцсетях выставляю. Думаю, что будут выставки, надеюсь, что они будут дальше сердца людей исцелять, звать к Господу и выполнять свою роль. Открытки мы делаем, выпускаем открыточки пророческие такие с картинами и передаем их дальше людям. Их можно приобрести в церкви. Вот таким образом. Удивительный путь, Лариса. Спасибо вам огромное. Последний мой вопрос. Какие принципы вы для себя определяете как ключевые в своем служении? Чем вы руководствуетесь всегда? Ну, самый ключевой принцип – это получать от Бога картины какие-то, образы. Спрашивать, что в данный момент высвободить. Потому что они как пророческие действуют и в моей жизни тоже. Бог показывает. Я высвобождаю для людей, для церкви. Но это как пророчество и в моей жизни, когда Бог выводит. Вот и я была выведена. И основной принцип – получить от Бога, получить понимание. Для людей это высвободить и не закрывать никак. Учить людей дальше рисовать. И я продолжаю это делать, распространять это. Потому что я верю, что рисовать может каждый так, как и петь каждый. В этом, конечно, нужен и труд, и терпение, упорство. Но если человек в этом хочет двигаться, то я готова всем делиться и ничего не закрывать от людей. Спасибо. Что вы и делаете сейчас? Спасибо вам огромное за эту встречу, за эту беседу, за ваше открытое сердце и за тот дух, который на вас. Пусть как можно больше людей об этом узнают, станут такими же творцами, как и наш Отец Небесный. Это очень приятно, что вы являетесь таким проводником. Он творится. Да, таким проводником, передатчиком его благословений для множества-множества людей. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Это была программа «Формула успеха». Оставайтесь на телеканале ТБН. Редактор субтитров А.Семкин